В Самаре стартовала Всероссийская интеллектуальная олимпиада для учеников 5-6 классов «Наше наследие». Больше 90 участников со всей страны будут состязаться в логике, внимательности, смекалке, памяти и других дисциплинах. Общая тема для всех заданий по Волжье. Репортаж со открытия подготовила Анастасия Зубрева. От Калининграда до Москвы одаренные дети изучают по Волжье и народные промыслы. Такова тематика Всероссийской олимпиады «Наше наследие». Задания не из простых. Например, надо за 4 минуты запомнить несколько четверостишей и воспроизвести их на бумаге с грамматической точностью. Но этих детей они не пугают. Самое любимое мне нравятся соответствие и логика. В соответствиях 24 картинки нужно запомнить за 1 минуту и записать. А в логике всякие логические задачи. Да, я люблю учиться. Мне нравится история. Почему? Интересно так? Мне интересно узнавать, как раньше жили люди, какие у них были традиции. Впервые состязание проводят в Самаре. В организации принимает участие Ассоциация городов по Волжье и администрация Самары. Это очень важное событие. Я считаю, оно в первую очередь для школьников очень важно, поскольку они имеют возможность проверить свои знания на таком серьезном всероссийском уровне. Во-вторых, они имеют возможность, уже поработав в рамках Олимпиады, приобрести ценный опыт для того, чтобы в дальнейшем и учиться хорошо, и работать лучше над собой. Конечно, мы рады у себя встречать такого рода в Олимпиаду. Для Самары это престижно, потому что, наверное, начиная с этого года, когда у нас был чемпионат, мы принимали чемпионат мира у себя. Город готов ко встрече. Мы можем показать действительно очень много, несмотря на то, что сейчас погода не совсем летняя. Кроме интеллектуальных состязаний, для ребят подготовлена насыщенная экскурсионная программа. Гости примут участие в поисково-исследовательском квесте на базе экспозиции Самарского областного музея имени Алабина. Они посетят музей-усадьбу имени Толстого и Иверский монастырь. Самара стала первым городом в новом учебном году, где стартовала Олимпиада «Наше наследие». С января аналогичные турниры пройдут в Казани, Чебоксарах и Нижнем Новгороде. Анастасия Зубрева, Александр Каракулько. Новости губернии.